Добрый вечер! Вы смотрите Телемикс Новости в студии Ольга Муравьёва. Сегодня в программе. Смерть на дороге. Ночью под колесами автомобиля погиб пешеход. Транспортный коллапс. Льдом сковало в федеральную трассу. Внезапный визит сенатора России наведался в Уссуриск. Тактильное пособие. Лицеисты города готовят подарки для особенных детей. День участкового уполномоченного. Праздничный день на посту. Принцесса Приморского края, юная жительница нашего города, завоевала новый титул. Водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП, ищет полиция Уссуриска. Трагедия произошла в среду вечером. Правоохранители устанавливают личности пострадавшего и виновника аварии. 15 ноября в 22.30 на 6-м километре автодороги краевого значения Доброполе-Никола-Львовская произошло ДТП наезд на пешехода. Неустановленный пешеход скончался на месте ДТП. Машина не установлена. Назначена проверка. Большое количество аварий из-за гололедицы произошло сегодня на дорогах края. Опасная обстановка для водителей сложилась на трассе Хабаровск-Владивосток. ДТП привели к образованию многочасовых пробок и невозможности движения. Лед на дороге образовался вследствие дождя и низкой температуры. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды и не исключают снегопад и метель. Власти предупредили горожан о штормовой опасности в ночь и днем 17 ноября. Жителям и гостям края не рекомендуют без особой необходимости покидать населенные пункты. В случае, если возникла чрезвычайная ситуация на дороге, необходимо сообщить о ней спасателям по единому телефону 112. Внести изменения в законы, чтобы беспрепятственно работать в руслах рек и не допустить наводнений в будущем. Над этим сейчас работают сенаторы, о чем сообщил представитель Совета Федерации от Приморского края Александр Ролик на совещании в Уссурийске. Также парламентарий осмотрел районы, которые пострадали от подтопления и встретился с ветеранами округа. Подробности далее. Ситуация с наводнениями, которые год от года происходят в крае, не терпит отлагательств. Проблемы требуют решений на уровне Совета Федерации. Сенатор Александр Ролик во время визита в Уссурийск сообщил горожанам, что новые изменения в законах позволят на местах оперативно проводить работы по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций. Суть тех изменений, с которыми мы, это Приморский край, выступаем, это дать возможность субъектам Российской Федерации, органам местного самоуправления, производить расчистку русел рек в режиме повседневной деятельности. Сейчас, для того, чтобы произвести работы по выпрямлению русел, углублению дна или очистке рек от плавникового мусора, нужно пройти не одно согласование с разными инстанциями и затратить немало времени. А проблема тем временем требует скорого решения. В этом сенатор убедился лично. Александр Ролик осмотрел районы Уссурийска, которые пострадали от наводнения. Вот мы сейчас проехали, посмотрели, где у нас две речки совпадают. И видно же, что, конечно, там они в определенной степени завалены, и эти русла нужно чистить, нужно убирать то, что мешает свободному водотоку. Пообщался представитель Совета Федерации и с ветеранами. Одним из пунктов обсуждения стала реставрация памятников Великой Отечественной войны. Многие объекты имеют возраст несколько десятков лет, и привести их в порядок также непросто из-за длительной процедуры согласования. Александр Ролик сообщил, что и здесь готовят необходимые изменения в законах, которые позволят сэкономить время и вернуть культурным сооружениям первозданный облик. Евгений Михайлов, Алексей Максимов, Телемикс. Пожар на улице Декабристов 31-2 ликвидировали спасатели. Сообщение о возгорании поступило на телефон службы 15 ноября в 12.30. Всего пять минут спустя огнеборцы прибыли на место происшествия. В это время пламя уже охватило веранду и кровлю двухквартирного деревянного дома. В тушении участвовали 15 человек личного состава и три единицы специальной техники. Общая площадь повреждения жилья составила 60 квадратных метров. Все живы и невредимы, ничьему здоровью не угрожает опасность. Причины и ущерб от пожара пока еще устанавливаются. Движение первых в Уссурийске набирает обороты. Так представители из учеников железнодорожного лицея включились в образовательный проект, направленный на оздоровление маленьких детей. А именно тех, кто испытывает проблемы с речевым развитием. Едва ли не все школы шьют тактильные мешочки. Нам удалось застать кропотливый процесс. Кукуруза, тыквенные семечки, горох. Всего восемь наполнителей плюс одинаковые куски ткани, нитки и иголки. Урок технологии в седьмом классе железнодорожного лицея. Сегодня, как и на нескольких прошлых занятиях, дети шьют тактильные мешочки. Рабочее пособие для тех, кто испытывает сложности с речью. Созданные нашими ребятами пособия очень важны таким деткам, которые имеют ограниченные возможности здоровья. Эти игры направлены на развитие мелкой моторики, фономатического слуха, памяти, восприятия, что способствует формированию правильной речи и общего развития. Все они участники образовательного проекта «Приморья первых». А вот и авторы самой идеи. Эти девчонки – ученицы 11 класса. Они представители первичного отделения российского движения «Первых». И несколько лет развивают взаимодействие с особенными детьми. Посещают реабилитационный центр. Начинали со сказочных представлений для малышей. Потом смастерили развивающие книги. На этот раз – тактильные мешочки. Идеи я все брала в интернете. То есть я смотрела, какие существуют аналоги. Ну и, конечно, я смотрела, что аналоги очень дорогие. Моя идея, она, в принципе, бюджетная. Потому что все мы находили, ну, девочки приносили с 7-х, 8-х, 9-х классов. Я что-то приносила. И так изготовили целый арсенал с двойной пользой. Малышам подарочки и полезные приспособления для борьбы с недугом. Для школьников это опыт участия в большом добром деле. Развитие эмпатии, творческой активности и умение шить. На данный момент они заявляют свою работу на конкурс инициатив первичных отделений «Приморье-Первых». В работе участвуют разные дети – с 7-го по 11-й класс. В основном это девочки. Но в этом году девчонки в проект еще и подключили юношей. Юноши мастерят деревянные домики. В начале декабря группа школьников отправится в реабилитационный центр и доставит подарки до адресата. А уж там педагоги знают, как пустить тактильные мешочки в благое дело. Отрадно, что у каждого мальчика или девочки будет свой собственный, в который вшита частичка тепла учеников 7-го класса с железнодорожного лицея. Ольга Муравьева, Роман Адонин, Телемикс. День участкового уполномоченного отметят во всей России уже завтра, 17 ноября. Елена Горудько на страже порядка много лет. Наша съемочная группа познакомилась с сотрудницей полиции и узнала подробности нелегкой службы. Участковый пункт полиции номер один – место службы Елены Горудько. Именно сюда ежедневно горожане обращаются за помощью. Например, в случае конфликтов с соседями или в семье. На хрупких плечах женщины вместе с погонами лежит большая ответственность – защита прав граждан. Служба участкового – это очень тяжелая служба. Ты редко бываешь дома. Мало внимания уделяешь своей семье. Но, как я считаю, что участковый – это призвание, это не просто работа. Здесь не каждый выдерживает. Если у тебя нет надежного тыла, то будет очень тяжело служить. Недавно Елена Горудько отметила служебный юбилей – 25 лет на страже порядка. Однако женщина далеко не сразу стала участковым. Ее биографии оставили след Министерство внутренних дел и Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний. В полиции Елена с 2017 года. За это время уже успела заслужить доверие горожан. Елену Дмитриевну знаем уже давно. Всегда обращаемся к ней с какой-то просьбой или помощью. Бывают разные ситуации случаются. Сразу откликаются. Спасибо им большое. Идут навстречу. Нередко трудовые будни старшего участкового заканчиваются глубокой ночью. Напряженный рабочий режим почти не оставляет времени не то что на хобби, а даже для семьи. Однако Елена Горудько находит возможность отвлечься и окунуться в книжный мир фантазий. В этот раз сотрудница полиции выбрала исторический роман Елизаветы Дворецкой «Зимний престол». Устаешь и хочется иногда прочитать сказку. Потому что в основном в жизни приходится общаться на службе с кем? С хулиганами. То есть с людьми, ведущими аморальный образ жизни. И красоты там, конечно, нет. Но даже литературное увлечение послужило на пользу делу. В детективах Александры Марининой Елена Горудько находит профессиональные подсказки и берет их на заметку. Полина Мельниченко, Роман Адонин, Телемикс. Жительница Уссурийска завоевала титул принцесса Приморского края на конкурсе красоты и талантов в Хабаровске. Маргарита Полонникова показала свои способности в дефиле, творческом номере, постановочном танце и выходе в вечернем платье. Полина Мельниченко пообщалась с талантливой девочкой. Маргарита Полонникова на занятии по современным танцам. Недавно в стенах этой студии девочка репетировала хореографическую постановку Барби, которую показала на конкурсе красоты и талантов принцесса Дальнего Востока. Жительница Уссурийска достойно представила свой город в Хабаровске. Я стала принцессой Приморского края. Я выиграла подарки, дипломы, корону. Мне понравилось все чувствовать, и я еще хотела бы. Тему для выступления на конкурсе выбрала педагог Татьяна Ибрагимова, так как Маргарита гармонично выглядела в образе Барби. И музыка из одноименного фильма подошла по стилю. На подготовку танцевального номера ушел месяц. Маргарита Полонникова с легкостью выдержала нагрузку. Ребенок такой максимально рабочий, работает без остановки. И прям максимально продуктивно, как будто бы в ней никогда не кончается сила. И вот прям как куколка. Она вот постоянно в одной стезе работает, трудится. Кроме творческого номера, Маргарита Полонникова поучаствовала в дефиле. Правильно подавать себя на сцене девочку научила педагог Кристина Ситникова. Такой навык помог и в выходе в вечернем платье, и в постановочном танце, который участницы репетировали прямо в Хабаровске целых четыре дня. За титулы поборолись 53 юных красавицы из Хабаровска, Петропавловска, Камчатского, Ванина, Владивостока и Уссурийска. В категории шесть лет у нашей землячки было четыре соперницы. На конкурс вместе с Маргаритой поехала вся семья. Честно говоря, я не ожидала, я вообще не настраивалась на какую-то победу. Конечно, мне как маме хотелось, но когда сказали, что Полонникова Маргарита заняла титул принцессы Приморского края, конечно, мне эмоций было очень много. Кроме титула принцесса Приморского края, один из спонсоров конкурса подарил Маргарите Полонниковой встречу с Дедом Морозом в Хабаровске. Дальнейших успехов талантливой девочке желают Полина Мельниченко, Роман Адонин и Весь Телемикс. На этом у меня сегодня все. Я напомню, что все наши материалы вы можете найти на сайте телемикс.тв. Также не забывайте про наш телеграм-канал и социальную сеть ВКонтакте. В студии работала Ольга Муравьева. Приятного вам вечера.